Привет друзья и мы продолжим создавать наш сайт и сейчас первое что мы себе сделаем это себя порадуем а именно мы сейчас увидим все ли у нас работает все ли мы правильно сделали и по отображается ли наш сайт по нашему адресу и заодно поймем все ли мы сделали правильно в предыдущем предыдущих видео уроках так поехали когда вы себе придумывали название сайта и имя сайта который был окончен с окончанием .ру или . ком на конце вы себе это название придумали за сайт и теперь мы берем это название и прописываем вверху вот именно вот здесь вверху именно в верхней полоске поиск поисковика браузер будто яндекс будто google смотрите если вы это сделаете внизу где-то в середине да поисковик еще есть такая полоска для поиска это не сработает именно нужно указать название вашего сайта допустим как у меня называется macujine.ru именно в верхней полоске то есть указываем его и нажимаем enter и поиск до нажимаем вот и если у вас высветилась такая страничка до либо она может высветиться немножко другая до друга другая картинка будет но в любом случае будет написано в пресс привет мир и так далее будет отображаться какая-то страница здесь значит мы все сделали правильно и у нас получилось правильно зарегистрировать имя сайта и правильно зарегистрировать хранение сайта и все оплатите все и сделать правильно то есть у нас значит все получилось вот и так мы убедились что все хорошо если вдруг у вас а здесь ничего не появляется значит вы что-то сделали неправильно но смотрите не стоит пугаться вот эту проверку нужно делать и через как правило три часа это минимум либо 6 часов иногда регистрация и вот эта вот вся на у них на серверах на тайм-веб происходит до 24 часов но как правило происходит быстро три часа шесть часов и уже как бы он зарегистрировал если вы начинаете проверять сразу после того как все зарегистрировали естественно вас покажет ничего ничего не покажет это нужно проверять после того, когда пройдет несколько часов, 3 часа, 6 часов или даже сутки. Тогда нужно будет это проверять и приступать уже к дальнейшим действиям. Итак, к чему же мы сейчас приступим? А приступим мы к следующему. Мы переходим к свою почту. Именно во втором обучающем уроке я закончил на том, что вернулся в свою почту. И теперь мы будем разбирать свою почту, потому что туда пришло очень много писем. от TimeWeb. Возвращаемся в свою почту. Эту вкладочку можно закрыть. Возвращаемся в свою почту и видим, что у нас здесь очень много писем. Именно от TimeWeb. То есть у нас первые 3 письма была команда Gmail, команда Gmail, команда Gmail. Это первые 3 письма. Потом у нас пошли письма от TimeWeb. И вот смотрите, вам нужно сейчас найти и все делать по шагам, так как я делаю. Вот такое вот письмо. TimeWeb. Ваш аккаунт успешно создан. Информационное письмо. Там TimeWeb. Нашли такое письмо и сразу на него заходите. Кликаете на него. Следующее, что вы сделаете, вы прокручиваете вниз. И вы видите здесь такую информацию. Такая картиночка. Панель, да? Адрес, логин, пароль. И здесь тоже такая картиночка. Написано FTP. Ссылочка такая. Логин и пароль. Смотрите. Что мы сейчас делаем? Сейчас первый шаг. Мы это берем. Вот это вот надпись. Мы это скопируем и сохраним у себя в компьютере. Итак, зажимаем левую клавишу мыши. Выделяем все это. Потом нажимаем правой клавишей мыши. Нажимаем копировать. И возвращаемся к себе на рабочий стол. Я сейчас закрою пока все лишнее. Смотрите. В предыдущих видео мы создавали папочку на своем рабочем столе под названием Сайт. Куда мы сохраняли почту Gmail. Заходим сюда в эту папочку. Нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаем Создать. Нажимаем и наводим на Создать и выбираем Создать папку. Называем эту папку TimeWeb. Называем эту папку TimeWeb. Вот как у меня написано. Нажали. Создали. Заходим в эту папку и создаем здесь еще один текстовый документ. Любой. Я обычно пользуюсь блокнотом. Кто-то можно вордом воспользоваться. Я нажимаю Создать текстовый документ и пишем. Пишем по-русски логин и пароль для входа в TimeWeb. Логин и пароль для входа в TimeWeb. То есть прописали это. Логин и пароль для входа в TimeWeb. И заходим сюда. Вверху нажимаем правой кнопкой мыши Вставить. Вот наша ссылка логин пароль. Потом спускаемся чуть ниже. Так вот нажимаем там файл сохранить. Но у вас может быть по-другому какой-то документ используется. В общем вы вставили ту надпись копированную и сохранили. Теперь возвращаемся опять в почту и копируем следующее. Мы копируем FTP. Раньше мы копировали панель данной теперь копируем FTP. Зажимаем левой клавишей мыши выделяем все это. Нажимаем правую клавишу копировать возвращаемся на рабочий стол в тот документ и ниже я сделаю такую черточку отдельную чтобы это отделялось у меня. И ниже вставлю второе то что я скопировал FTP. И нажимаю этот документ сохранить. сохраняю этот документ. И все я его сохранил я его закрываю. Теперь я объясню что именно это все означает. Смотрите панель панель и ссылка на указан здесь такая ссылка смотрите это панель для входа туда где хранится ваш сайт для входа на таймвеб. Это именно здесь указан ваш логин и ваш пароль для входа на таймвеб туда где хранится ваш сайт. Нажимаем на эту ссылку и мы перейдем на панель для входа. У нас появляется вот такое окошко галочку я уберу где мы должны указать имя и пароль возвращаемся опять в почту логин это наше имя выделяю копирую имя пользователя вставляю логин это имя пароль возвращаемся в почту выделяем копирую вставляю это пароль и нажимаю войти смотрите когда у вас предлагается такая штука сохранить пароль всегда нажимайте сохранить я нажму нет потому что у меня используется другой аккаунт смотрите и вот наша панель таймвеб где мы регистрировали и где мы разместили наш сайт на этом сервере в интернете так все мы поняли для чего это нужно именно вот эти данные нам нужны для того чтобы мы вошли туда где расположен и хранится наш сайт все это поняли вот эта панель вот эти данные которые я сейчас обвожу FTP это сейчас вам не нужно это касаться мы сейчас не будем все стало понятно теперь заходим сюда и нажимаем правой кнопкой мыши левой кнопкой мыши сюда появляется такая наспись нажимаем выход вышли отсюда все закрыли окошко и теперь нажимаем опять во вкладку входящие входящие смотрите с первым письмом мы разобрались теперь идем разбирать следующее письмо следующее письмо которое нам нужно и которое для нас важно это письмо называется информационная служба ti.timeweb установлено приложение находите такое письмо и кликаете на него и у нас здесь опять высветились высветились данные то есть все эти данные у нас высветились что мы делаем мы делаем следующее мы берем опять нажимаем левой кнопку мыши и копируем вот эти вот данные адрес хода имя пользователя пароль вот это вот все нажимаем потом правой кнопкой мыши копировать и опять возвращаемся на рабочий стол свой и теперь покажу сначала вам заходим в папочку сайт и теперь в этой папочке сайт мы создаем новый текстовый документ создаем создать любой текстовый документ и нажимаем его называем его следующим образом пишем следующее логин и пароль для входа на сайт называем таким образом логин и пароль для входа на сайт заходим и вставляем то что скопировали вот у нас адрес хода имя и пароль нажимаем файл сохраняем этот документ сохраняем и закрываем закрываем всю эту папочку теперь дальше мы возвращаемся опять на свою почту и теперь я объясню что это покажу для чего это нам нужно смотрите это адрес хода нам нужен для того чтобы мы могли зайти именно в панели управления своим сайтом именно туда где мы будем своим сайтом управлять изменять его редактировать и так далее это именно для этого служит вот и так для того чтобы это проверить нажимаем на эту ссылочку кстати по ссылке мы видим смотрите название нашего сайта потом vp-login.php то есть нажимаем на эту ссылку мы попадем на панели входа для нашего сайта вот так отображается поля входа для нашего сайта потом возвращаемся в почту копируем имя пользователя admin копировать возвращаемся на панель входа и вот имя пользователя указываем сюда вставляем надпись admin вот она сама предложила нам дальше потом возвращаемся в почту, копируем это, пароль свой, выделяем, копировать и вставляем пароль. Вставить. Вставили. Я предлагаю вам, чтобы каждый раз это не делать, нажать поставить галочку запомнить. Я не буду ставить галочку запомнить, но вы поставите для того, чтобы каждый раз вам не проводить такую процедуру. Почему я это не делал? Я это не делал, потому что у меня много сайтов и мне не нужно, чтобы он подставлял эти данные. Вы ставите галочку и нажимаете войти. Опять у вас он предлагает сохранить пароль, нажимаете сохранить, если не предлагает, ничего страшного. Смотрите, вот, собственно, внутренняя панель входа вашего сайта. Вот так она отображается. Вот здесь вы будете все изменять со своим сайтом, управлять им и так далее. Сейчас пока ничего не жмем, ничего не жмем, а просто отсюда берем и выходим. То есть нажимаем сюда, нажимаем выйти. Вышли, все. И закрываем эту вкладку. Закрыли. Теперь заканчиваем работу с почтой. Нажимаем на входящие. Смотрите, вот у нас пришло много писем. Остальные нам письма не нужны. Если мы сделали все правильно, у вас все хорошо работает, остальные нам письма не нужны. Делаем следующее. Смотрите, вот у вас тут идут письма. Сначала у меня шли письма команда Gmail, команда Gmail, команда Gmail, а потом пошли письма TimeWeb и остальные письма, которые это все шли письма у меня от TimeWeb. Ставим галочки над каждым письмом. Каждым письмом ставим галочку. Выделяем. Ставим галочку. WordPress тоже это все от них. Письма ставим галочки. Теперь мы эти письма сохраним, перенесем в папку сайт для того, чтобы эти письма никогда в жизни не потерялись. Чтобы они у нас были все время. Наводим на надпись переместить в, нажимаем и выбираем папку сайта. Все, письма перемещены. Все остальные письма, которые у вас есть, допустим, посторонние письма от команды Gmail, вы выделяете, также ставите галочкой и нажимаете от команды Gmail с этой письма, нажимаете удалить. Все, нам здесь ничего лишнего не нужно. Все, смотрите. Также у вас может быть отобразятся какие-то письма вот здесь в папке spam. Как у меня это было один раз. Два письма отобразились в папке spam. Нажимаете сюда. И если у вас здесь будут какие-то письма, то возьмите их, выделите галочками, как это сделал я сейчас, и переместите в нажать нет спама. Либо нажать нет спама, либо переместите во входящие. Если вдруг попало что-то во спам. Все, основную работу мы закончили с разбором почты. И теперь дальше мы уже приступим к настройке сайта. Настройке изменения сайта. Вот. На этом видео по разбору почты я заканчиваю. И в следующем видео мы уже будем ближе к тому, чтобы уже приступить именно к настройке и разработке дизайна сайта и так далее, его создания. Увидимся в следующем видео. С вами был Джин Лав. Пока. Джин Лав. Пока.